В Казахстане стали тратить на 12% больше электроэнергии. Две трети потребления приходится на жилищный сектор и промышленность. Решить вопрос предложил Европейский инвестиционный банк. Он окажет Казахстану помощь в разработке проектов по повышению энергоэффективности. Специалисты ожидают, что это даст большую экономию ресурсов и денег. Сколько понадобится для проектов и на что направятся экономленные деньги, узнавала Батагос Марабаева. Почти половина из всего электропотребления страны приходится на сектор зданий и ЖКХ. В связи с чем Европейский инвестиционный банк выдвинул свои программы по финансированию проектов, направленных на энергосбережение. Новый шаг будет реализован в рамках инициативы ЕС «Глобальный шлюз». Партнерским странам и Казахстану в том числе уже было выделено порядка 300 миллиардов евро на экологические проекты. Фин организации верят, что проекты помогут стране отказаться от использования ископаемого топлива уже к 2060 году. В ближайшем будущем банк намерен инвестировать в жилые и промышленные проекты в области энергоэффективности. Проект реализуется в партнерстве с банком, немецким агентством по развитию и программой финансирования энергии для инвестиций с низким уровнем выбросов углерода. Совет по городам. Будет предоставляться техническая помощь для разработки проектов по повышению энергоэффективности жилья. В стране надеются, что на сэкономленные средства от проектов энергоэффективности можно будет модернизировать промышленные предприятия и старые здания. Как сообщили в Институте развития электроэнергетики и энергосбережения, строения в среднем ежегодно потребляют порядка 300 киловатт на квадратный метр. Тогда как в развитых странах это отметка в два раза меньше. У нас здание сейчас почти наравне потребляет энергоресурсов, так же как и промышленность. Надо ужесточать, мне кажется, требования энергоэффективности вновь возводимым и новым зданием. Также я считаю, что по старым зданиям надо делать массовую модернизацию, чтобы мы могли за счет сэкономленных объемов мощностей обеспечить строительство новых домов. По расчетам программы развития ООН, из всех необходимых средств на достижение углеродной нейтральности порядка 95% приходится именно на частный сектор. Специалисты отмечают, что только на модернизацию жилищного сектора понадобится почти 3 миллиарда долларов частных инвестиций. Эти средства пойдут на замену освещения, установку автоматизированных тепловых пунктов. Для этого необходимо создать условия, чтобы частный бизнес пошел в этот сегмент, вообще в сектор энергоэффективности и начал реализацию таких проектов. Тем временем в рамках энергоэффективности рассматриваются и маломасштабные проекты в области возобновляемой энергетики. Специалисты выявили, что солнечные электростанции и домохозяйства могут вырабатывать до 1000 мегаватт мощностей. Однако эксперты отмечают, что эти технологии малодоступны. Стоимость установок до сих пор высокая. Помимо недостаточной государственной поддержки, имеются и сложности с подключением к сетям.